Ну скажите, что может сравниться с прогулкой на природе, с прогулкой по лесу, в степях, на луге, на лугу? Разве это не счастье, когда ты находишься среди таких мест и когда они у тебя есть? И только вот задаю себе много раз уже один и тот же вопрос. Почему так много людей не ценят то, что мы имеем? Почему не берегут природу? Почему ее загрязняют? Почему вкладывают свою лепту в уничтожение природы, в загрязнение? Я не могу понять и не хочу это понимать. Я счастлив, что понимаю это сам и счастлив от того, что матушка-Земля дает мне то, что я имею. Ромашки. Ромашка лекарственная. Ромашка аптечная. Именно так она и называется. Ромашка аптечная. Недаром, потому что она признана научной медициной. Используется давно и почти всеми. О ромашке можно говорить долго. Ее список действий довольно длинный. Это одно из самых востребованных, распространенных лекарственных растений. Вот сейчас уже началось лето. Она скоро отцветет. Нужно успеть ее собрать. И ее, к сожалению, не так много. Из-за деятельности человека ромашки все меньше и меньше. Распахивают поля. Брызгают гербицидами, чтобы убить сорняки. Но нужно помнить, есть сорняки, которые совсем не сорняки. Которые нашу жизнь делают лучше. Вот небольшой клочок. Всего лишь несколько метров. А дальше ее нет. Вот так вот здесь. В диаметре метра три. И вот смотрите. Сразу хочу показать. Вот рядом же растет ромашка. Вот она аптечная. А вот она другая ромашка. Такой ромашки много. Ромашка называется бальзамическая. У нее есть отличия. Бальзамическая от своего запаха. Едкого. Ромашка аптечная. Как мы знаем, пахнет приятно. У нее такой тонкий аромат. Ну, немножко рисковат. Но у этой ромашки, у нее вообще такой наглый, едкий запах. Как бальзам. Она не лечебная. Не применяется. Ну, хотя свойства имеет какие-то. Ну, я ее, например, применял для купания ребенка. Когда нет в достаточном количестве ромашки аптечной, можно вот такую ромашку использовать прямо целиком. Не нужно цветки. Можно стебли, вот так, траву заваривать. И омывать тело ребенка. Использовать в каких-то таких антибактериальных средствах. Ну, аптечная, конечно, круче. И вот ее еще отличие. Наверное, тоже немало людей знает. Вот если этот плод, вернее, цветок, да, вот эту корзинку разрезать, я сейчас ее просто ломаю. Если вы ее ножом разрежете пополам, она внутри будет иметь такую пустоту. Это отличие ромашки аптечной. Есть еще, похожая на эту ромашку, другая. Она называется непохучая. Так и называется. Непохучая. Похожа она на аптечную, только более высокая. И у нее еле уловимый слабый запах. Но это не значит, что она нелечебная. Она, конечно, имеет малый запах, значит, у нее небольшое содержание веществ ароматических. Но она применяется все равно в лечении. И, кстати, есть один плюс. Есть люди, вот насколько мне известно, я сталкивался с таким, что человек не воспринимает аптечную ромашку. Она вызывает либо аллергию, либо просто отторжение, неприятие. Все-таки у нее запах довольно сильный и не все ее хорошо принимают. Так вот, непохучая она может применяться. Свойства у нее почти как у ромашки аптечной, но нет этого сильного запаха. Имейте в виду. Вот удалось найти одно растение ромашки непохучей. Видите, какая она? Высокая. Она сейчас одиночная, но вообще-то бывают заросли такие густые. Но там, где они растут, сейчас я попасть туда не могу. Там место далеко находится. И вот в чем отличие. Почти ни в чем, только в размере. И в том, что она не пахнет. А так, в принципе, очень даже похоже. Вот еще покажу одно отличие. Возвращаюсь к ромашке бальзамической. Я отрываю. Начинаю ее мять. С ней ничего не происходит. Видите? Цветок целый. Он довольно мощный. Не сломался, не разлетелся, не рассыпался. Вот эта сердцевинка вся остается целиком. Когда берете ромашку аптечную, она разваливается сразу. И если вы покупаете ромашку, скажем, в аптеке, в коробочке, она рассыпанная вся, в такую мелкую фракцию, это не значит, что она плохая. Она не может сохраняться. Она всегда рассыпается после того, как высохнет. Немножко полежала, ее затронули, потрясли, все, она вся рассыпалась. Но от этого она хуже не становится. Воспаление. Успокаивающее свойство. Дезинфицирующее. Антибактериальное. Для различных полосканий, промываний, в чаях. Усиление иммунитета. Лечение простудных заболеваний. Лечение ран, различных порезов, болей, при гнойных ранах. В общем, ромашку можно добавлять в сборы. Она применяется и для желудка, и для различных нервных проблем. В общем, довольно обширный спектр действий. Очень применяемое растение. И красивое. Как в песне. Привет, ромашки. Пару слов о заготовке. Нужно собирать ее рано, в мае. Можно в июне, в зависимости от региона. Ромашка должна быть свежая. Лепестки должны торчать в стороны. Не повисшие, не осыпавшиеся. Но сами цветочные корзинки. Без стеблей. Только 2-3 сантиметра длиной должен быть стебелек. Настойку и отвары ромашки принимают очень обширно. И при мигрениях, и бессоннице, катаре желудка, повышенной возбудимости, зубной боли, простуде. Для паровых ванн, при хронических насморках, при воспалениях слизистой оболочки, при различных воспалениях, язвах желудка, трофические язвы, в общем, гастриты. Масса, масса, масса всяких применений. Это можно долго перечислять. В общем, любые воспаления и проблемы со здоровьем лечатся с участием ромашки отдельно, либо в сборах. Так что вы ромашку собирайте, применяйте и будьте, конечно же, здоровы. А с вами был ваш травник серый. Пока-пока.